Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я представляю не только кафедру клинической микологии, но и наш институт медицинской микологии, который является референтным центром по данной проблеме в Российской Федерации. Я понимаю, что в этой высоко квалифицированной аудитории нет смысла говорить об актуальности этой проблемы. Тем не менее, мы должны помнить, что улучшение результатов лечения и внедрение все новых, более агрессивных протоколов, о котором так замечательно рассказали мои предшественники, неизбежно сочетается с увеличением количества оппортунистических инфекций вообще и инфекций, обусловленных микроскопическими грибами в частности. Посмотрите, пожалуйста, на результаты вот этого замечательного исследования. Это систематический анализ результатов почти 200 тысяч аутопсий, 200 тысяч аутопсий. И если, скажем, у обычных больных в 5% случаев в многопрофильном стационаре выявляются признаки инвазивных микозов, то есть пациенты или умирают от инвазивных микозов, или умирают вместе с инвазивными микозами, то у гематологических пациентов и у пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток инвазивные микозы выявляются в 24-25% случаев. То есть каждый четвертый умирает от инвазивных микозов. И вы видите, что наиболее актуальными возбудителями являются грибы рода Кандида и грибы рода Аспергиллус. А вообще в настоящее время известно более 500 возбудителей инвазивных микозов. И я не торопясь расскажу о каждом из них, и мы закончим послезавтра. Это шутка. Что еще очень важно, при жизни выявляли инвазивные микозы менее чем у половины пациентов. Менее чем у половины. То есть в половине случаев они умирают, не получив специфического лечения. Если говорить о современных рекомендациях, 5 дней назад была опубликована вот такая книжечка «Диагностика и лечение микозов в отделениях реанимации инвазивных». Я о ней буду сегодня говорить. И я надеюсь, что в этом году будут опубликованы рекомендации Европейского общества клинических микробиологов и инфекционистов по диагностике и лечению аспергиллеза. Будет опубликовано 8 рекомендаций. Вот я вхожу в группу, которая формирует рекомендации по диагностике и лечению аспергиллеза у гематологических пациентов. Начнем с инвазивного кандидоза. В Санкт-Петербурге это осложнение развивается преимущественно у онкологических и гематологических пациентов, которые составляют 35%. Причем большинство этих больных момент развития инвазивного кандидоза находятся в отделениях реанимации интенсивной терапии. Вы видите факторы риска. И инвазивный кандидоз – это инфекция, которая возникает у больного в отделении реанимации интенсивной терапии после того, как его вылечили от бактериального сепсиса или тяжелой бактериальной пневмонии. То есть, это прерогатива хороших отделений реанимации интенсивной терапии. И лишь 20% больных иммуноскомпрометированы по критериям ИОРТС. Остальные больные – это пациенты с длительным применением центрального венозного катетера ИВЛ после оперативных вмешательств. И инвазивный кандидоз – это сепсис, это грибковый сепсис. Большинство пациентов – это больные с кандидемией. Вторая группа – это пациенты с перитонитом. Ну и у части больных мы находим очаги диссеминации в различных органах и системах. Это важно, поскольку от этого зависит вариант лечения. Абсолютно неспецифические клинические лабораторные признаки. Невозможно отличить бактериальный грибковый сепсис на основании клинических или лабораторных признаков. В том числе тест на прокальцитонин совершенно неэффективен. Тем более, что у половины больных в момент выделения грибов при посеве крови или других субстратов одновременно выделяются и бактерии. Соответственно, что надо делать? Надо сеять кровь и другие субстраты в зависимости от локализации процесса. Очень важна идентификация возбудителя, поскольку часть из них могут быть устойчивы к флуконозолу. Это важно с точки зрения назначения противогрибковых препаратов. Единственный препарат, который может быть неактивен из современных препаратов, это флуконозол. Мы не видим резистентности к хинокандину, в частности к аспофунгину и триазолам второго поколения. Это все больные. А если взять, скажем, наших пациентов в отделениях реанимации, в нашем центре трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, то вы видите, что кандид-альбиканс, чувствительный патоген, выделяли лишь у четверти больных, то здесь частота устойчивости к флуконозолу будет существенно выше. Что важно знать? Для того, чтобы более или менее эффективно диагностировать инвазивный кандидоз, надо активно сеять кровь. То есть ежедневно проводить от двух до четырех посевов крови из двух сосудов, или из катетера, или из вены. То есть у взрослого пациента ежедневно надо сеять 60 мг крови. И это чрезвычайно важное обстоятельство. Если у нас есть пациент с факторами риска и с предполагаемыми признаками, то вот эта интенсивность посева в крови является важнейшим моментом. Очень важно, чтобы врачи в лаборатории знали, что должна быть более или менее длительная инкубация. Абсолютно необходима идентификация возбудителя. Если возникают какие-то сложности, всегда можно воспользоваться помощью наших специалистов в НИИ медицинской мекологии. Ну и есть еще несколько дополнительных обстоятельств, в том числе специфические окраски гистологических препаратов. Следующее обстоятельство. Всем пациентам после выявления возбудителя при посеве крови или других стерильных субстратов в первые сутки необходимо заменить центральный венозный катетер не по проводнику. К сожалению, в Санкт-Петербурге лишь у 54% больных после постановки диагноза инвазивный кандидоз была проведена замена центрального венозного катетера. Даже противогрибковые препараты были назначены не всем, а в первые сутки менее половины. Это ужасные, ужасные, конечно, результаты. И вы видите, что и хинокандины, которые являются препаратами выбора, получили всего 22% больных. Соответственно, вы видите, что общая выживаемость составила лишь 55%. Надо понимать, что грибковый сепсис – это страшное осложнение, которое надо чрезвычайно активно лечить, заменить центральный венозный катетер, поскольку это достоверно повышает вероятность спасения пациента, и назначить адекватную антимикотическую терапию в первые 24 часа. Без лечения пациенты не выживают. Это отражено в наших рекомендациях. И если мы по техническим причинам не можем заменить ЦВК в первые сутки, то очень важно не назначать азольные антимикотики, поскольку они не работают против грибов в составе биопленки, которые формируют грибы рода кандида. Ну и, конечно, терапия должна быть начата незамедлительно. Какие препараты назначить? Надо назначать и хинокандины. У нас три хинокандина – анидолофунгин, каспофунгин и микофунгин. Они не одинаковые, различаются по своим фармакокинетическим, фармакодинамическим характеристикам. Это надо учитывать. Все это описано в наших новых рекомендациях. Я подробно на этом останавливаться не буду. Но очень важно понимать, что они лучше не только по своей активности против грибов рода кандида, они просто лучше. Это новый класс противогрибковых препаратов. И, соответственно, всем трем препаратам присуждена категория А1, то есть однозначно рекомендовано, доказано в контролируемых клинических исследованиях. Флуконозол – это препарат для долечивания. Его не надо назначать в качестве стартовой терапии. Итроипозаконозол – пероральные препараты не надо использовать для стартовой терапии. Амфотрицин B не рекомендован для лечения инвазивного кандидоза. Если взять гематологических пациентов, то здесь наибольшее количество исследований, наибольший опыт у каспафунгина и микофунгина. Микофунгин рекомендован для профилактики у гематологических больных. Каспа для эмпирической терапии. Что касается доказанного кандидоза, то у гематологических больных, то микофунгин и каспафунгин А2. Ну, 2, потому что количество больных не столь велико. Амфотрицин B не рекомендован для лечения этих пациентов. Таким образом, наши отечественные рекомендации выглядят следующим образом. Если у пациента выделяются грибы кандида при посеве крови, пожалуйста, незамедлительно замените центральный венозный катетер и назначат эхинокандины, какой в зависимости от конкретной ситуации. Надо продолжать сеять кровь до отрицательного результата, исключить наличие очагов диссеминации, в том числе требующих хирургического лечения, такие как эндокардит или филибит. И если пациент улучшился, возбудитель чувствительен к флоконозолу, возможен пероральный прием, пожалуйста, переходите на пероральный антимикотик, продолжительность лечения не менее двух недель после исчезновения клинических признаков и отрицательного результата посева крови. Если сохраняются признаки инфекции, надо назначить эхинокандины, если он не был назначен в начале, помните возможности формирования биопленки и уменьшить выраженность иммуносупрессии. В отличие от кандидоза, аспергиллез – это то осложнение, которое возникает преимущественно у гематологических пациентов или больных после трансплантации костного мозга, возникает как внутрибольничная инфекция. Когда мы проанализировали наших больных, выяснилось, что основная группа – это острый миелоидный или лимфобластный лейкоз, но лимфомы, в том числе лимфогранулематоз, лимфома Ходжкина, находятся на третьем месте. И таких пациентов все больше и больше. В настоящее время около 100 больных. Это пациенты с повторными многократными курсами цитостатической терапии, с длительным агронулатстозом и применением глюкокортикостероидов. Что еще важно помнить? Надо использовать методы немедикаментозной профилактики. Очень важна защита от пыли во время ремонта. Уровень рекомендации А. Надо помнить, что источниками возбудителей являются цветы, в том числе в домашних помещениях, и говорить об этом пациентам. Мы часто об этом забываем. Грибы аспергилу старые по частоте контоминанты наших помещений, жилых в Санкт-Петербурге после грибов пенициллиума безопасных. К счастью, у нас нет проблемы резистентности возбудителей аспергилеза к современным противогрибковым препаратам. Все они чувствительны. Если инвазивный кандидоз – это сепсис, то инвазивный аспергилез – это пневмония с последующей гематогенной диссеминацией. Хотя, надо сказать, что частота диссеминации в настоящее время уменьшилась за счет ранней диагностики. Абсолютно неспецифические клинические признаки. Невозможно различить бактериальную и грибковую пневмонию. Обычно сначала возникает бактериальная пневмония, потом грибковая. Как поставить диагноз? Надо действовать быстро. Если у вас пациент с фибрильной нитропенией более двух дней или с повторным повышением температуры тела, пожалуйста, сделайте в течение 24 часов компьютерную томографию. Если у него выявляется воспалительный инфинтурат на рентгенограмме, сделайте компьютерную томографию. При выявлении на КТ любых признаков инфекционного процесса, бронхоскопия в течение 24 часов. Тромбоцитопения – не препятствие для проведения бронхоскопии. В центре трансплантации у нас есть опыт. Алиса Георгиевна Волкова сделала более полутора тысяч бронхоскопии у больных в возрасте от 3 месяцев до 83 лет. И не было никаких серьезных побочных эффектов. Полученный материал надо отправить в лабораторию, а лаборатория должна знать, что делать. В микроскопе с окраской калькофлюором белым, посев и тест на галактоманан. Надо сделать три этих исследования. Если они положительные, надо незамедлительно начинать лечение. Если пациент не отвечает на стартовую терапию адекватную, надо делать повторную бронхоскопию, решать вопрос о проведении биопсии, для того чтобы исключить редкие микозы, вызванные полирезистентными возбудителями. Какие препараты надо использовать для лечения инвазивного аспергиллеза? Это вот новые рекомендации ОРТС. Препарат доступный у нас с уровнем рекомендации А1 вариконазол. Ихинокандин – это каспофунгин и микофунгин. Уровень рекомендации пониже. Мы его используем в тех случаях, когда мы не можем применять вариконазол для стартовой терапии. Амфатрицин-Б не рекомендован для лечения инвазивного аспергиллеза, так же, как и итраконазол. Как мы лечим наших больных в Санкт-Петербурге? Надо сказать, что это анализ почти 15, работы в течение 15 лет. Поэтому здесь, видите, часть пациентов лечили амфатрицином-Б. Сейчас мы его практически не применяем. И надо сказать, что у нас хорошие результаты. Выживаемость в течение 12 недель 83%. И три момента определяют эффективность лечения. Это ранняя диагностика, адекватная терапия, обязательная профилактика рецидива. Если говорить о результатах лечения и профилактике в нашем центре трансплантации, то вы видите, что в течение последних 5 лет нам удалось 10 раз снизить частоту развития инвазивного аспергиллеза после аллогенной трансплантации в 5 раз увеличить выживаемость пациентов. И, что очень важно, мы научились контролировать течение инвазивного амикоза и результаты аллогенной трансплантации у больных, у которых был инвазивный аспергиллез или не отличается от тех больных, у которых не было инвазивного аспергиллеза. Я благодарю вас за внимание. Если я могу чем-то помочь, я всегда к вашим услугам. И я дарю вам современные рекомендации по диагностике и лечению амикоза. Спасибо большое. Николай Николаевич, спасибо огромное, как всегда, за блестящий доклад. Я с огромным пиететом и удовольствием всегда слушаю вас, на какой бы вы площадке ни выступали. И вы нам подарили совершенно замечательные, я думаю, высокоинформативные такие вот рекомендации. А для слушателей, для регионов, вот где можно вот эти рекомендации, где доступ к этим рекомендациям? Они будут доступны на сайтах РАСХИ, это сайт специалистов по лечению инфекции у хирургических больных, на сайте ФАР, Федерация анестезиологов-реаниматологов, на сайте МАКМАХ, это Межрегиональная ассоциация клинических микробиологов и инфекционистов, и на сайте Российского Сепсис Форума. На четырех сайтах, я думаю, вообще без всяких. Ну и можно написать мне по электронной почте, я пришлю в формате ПДС. Продолжение следует...